всем привет ребят сегодня будет такая тема довольно таки наболевшие какой же должен быть зазор свечи на автомобиле благодаря тому что якобы завод изготовитель рекомендует там какую-то херню на своем опыте лично переделал на таких автомобилях как приора калина ну и не буду дальше перечислять все вы знаете что на приорах стоят модули каждый модуль отдельно что я хочу сказать по данному поводу по заводу на приоре идет зазор свечи 111 и 2 могу сказать только одно это да херище поэтому модули вылетают на хрен зачастую долго не ходят ни хрена не что касается nissan almera провода нужно ставить обязательно нулевого сопротивления чтобы не вылетал у вас коммутатор и не вылетал у вас катушка свечи которые вот продаются ну к примеру просто возьмем новые свечи 16 клапан у них изначально уже идет зазор как минимум это 11 могут даже 1 и 2 тяжело заходит ну короче 1 и 1 вон входит без проблем это большой зазор ребят это грозит не только выходом из строя зажигания это еще и очень влияет на динамику также плохо заводится автомобиль энергии много деваться ей некуда и на свечу дугой блин как через сварочный аппарат она херачит на личном опыте могу сказать что на своем личном автомобиле тоже там по документам что до хрена какой зазор я уже не помню он мне уже на хрен не нужен выставляем 08 просто 08 подбиваем каждую свечку каждую свечи выставляем 08 зазор четко на каждую свечи особенно те кто не пишут и спрашивают также на драйве также на дзене на ютубе машина дергается на определенных оборотах не едет ни хрена на облом ребят сделайте вот такой зазор на своих свечах если у вас других там проблем как бы нет то есть вы уверены что у вас чистый дроссель все вы уже не знает что делать но машину вас ни хрена не бежит поставьте зазор 08 и будет вам счастье особенно это коснется тех которые как я по моему мнению в общем пишут в комментариях только какие-то давно супер инженера ракетчики космонавты на фиг с 40 50-летним стажем вот ну пишут такую хрень что один даже он удалил все-таки свой комментарий там блин да усер он это самое писал но я не люблю спорить так как барану доказывают что он баран я не собираюсь тратить на это время мнение есть у каждого человека пишут то что провода нулевого сопротивления нельзя использовать во первых это бред во вторых пишут то что вдруг что-то там где-то замкнет где-то что-то как-то куда-то пробьет ток всегда течет к наименьшему сопротивлению если вы поставите силиконовые провода вот у вас то и будет как раз света музыка не до искра и будут вылетать у вас модули то есть которые калина десятки и тому подобное вот на них очень хорошо вылетает из-за силиконовых проводов и большого зазора на свече а а инженеры которые мне писали то что если замкнет будет беда будет беда это у вас в голове да по ходу дела не будет она уже там беда все что сейчас связано с электроникой наоборот не боится замыкания то есть замкнуть свечу вну глушняк стукнуть ее там блин или провод проверяете когда искру на массу замкнуть ничего не будет а вот если вы все уберете отсоедините энергии деваться некуда модуль вылетит просто вылетит ну если ничего не произойдет значит вам повезло так что не слушайте никого особенно вот этих вот маркетологов которые побольше вам нужно продать всяких модулей катушек они стоят вообще конечно копейки бешеных денег блин и не каждый себе может позволить даже каждый год менять их так что выставляйте ребят зазор 0 8 и вы сами сами же поблагодарите меня за такую подсказку вы увидите машина у вас станет динамичней и экономней по бензину и не надо изобретать вертолет он уже давно изобретен все всем спасибо за просмотр ставим лайки пишем комментарии по данному поводу всем пока